Уважаемая Элла Александровна, уважаемые члены комиссии, уважаемые участники заседания, закон обязывает меня подписать протокол о результатах выборов по федеральному округу. И в то же время этот закон дает право выразить особое мнение в случае несогласия. Мое несогласие с протоколом, и к нему прилагается еще сводная таблица, ее подписывают только председатели и секретари, выражается в том, что зафиксированы в арифметическом виде сведения на выборах депутатов Государственной Думы 8-го созыва в июне-сентябре 2021 года получены в том числе и за счет нарушения принципов свободных выборов и равного избирательного права. Далее пять позиций. Первая позиция сводится к ссылке на вот эти принципы свободных выборов и равного избирательного права, в том числе и с учетом международных обязательств Российской Федерации. Вторая позиция. Важную роль в формировании воли избирателей играют средства массовой информации, которые как информируют о выборах, так и используются политическими партиями, кандидатами для ведения предвыборной агитации, предусмотрены законодательством для информационных телепрограмм, равное по времени освещения предвыборной деятельности, запрет предпочтения какому-либо кандидату, и избирательному объединению на телевидении с государственным участием не соблюдались. Партия «Единая Россия» находилась в привилегированном положении по сравнению с другими партиями, участвовавшими в парламентских выборах. Каждому входящему в общую федеральную часть списка кандидатов только этой партии посвящались пространные информационные телесюжеты. За период с 1 августа по 16 сентября 2021 года в новостных выпусках пяти федеральных телеканалов четырем парламентским партиям было предоставлено 26 часов 18 минут эфирного времени, в том числе «Единая Россия» 57 тысяч 86 секунд или 60,3 процента. А кандидаты от трех других входящих в федеральный парламент 7-го созыва политических партий вместе взятые получили менее 40% эфирного времени. Конституционный суд постановления 30 октября 2003 года констатировал, что информирование любого характера может, как и агитация, побудить избирателей сделать тот или иной выбор. Поэтому само по себе ранжирование эфирного времени, информирование о партиях, участвующих в выборах, с многократным увеличением его в пользу одной из них, является способом воздействия на формирование воли избирателей. Третье. По закону от имени государства организации проведения выборов должны заниматься самостоятельной и беспристрастной избирательной комиссией. Однако фактически такой статус многих комиссий не обеспечен. Избирательная кампания показала, что объективно мощный общественный потенциал комиссии используется далеко не всегда в интересах свободных выборов. Большинством избирательных комиссий руководят члены и представители правящей партии, выдвинутые в состав комиссии не только самой партии, но и многочисленными собраниями избирателей по месту работы, службы, жительства. Порядок проведения таких собраний законом не регламентирован. Представители других политических партий, независимо от их квалификации и деловых качеств, допускаются к руководству комиссиями в порядке исключения из общей практики. Они имеют значительно меньше возможностей в получении информации и документов комиссии. Мешательство в деятельности избирательных комиссий со стороны органов и должностных лиц исполнительной власти нередко носит латентный, то есть скрытый характер, а в случаях его выявления не наказывается. 4. Широко разрекламированное, дистанционное, электронное голосование только упоминается в избирательных законах, в Москве оно вообще экспериментальный характер носит, которое не регулирует ни право на такое голосование, ни порядок его проведения, в отличие от весьма детальной регламентации традиционного голосования. Вследствие этого существенно изменившийся избирательный процесс не обогатился ни новыми правами участников, ни обеспечивающими их гарантиями и обязанностями организаторов выборов. Избиратели не имеют правовых гарантий тайны голосования, права на доступ к гарантиям верификации, права на корректность учета и обработки воли и изъявления системой, права на индивидуальную верификацию, гарантии запрета обработки и использования персональной информации в иных, кроме участия в выборах в целях. Далеко не все предусмотренные избирательным законодательством права граждан и гарантии этих прав в режиме подготовки и проведения дистанционно-электронного голосования могут быть реализованы. Так, участие избирателя в голосовании было ограничено практикой составления списков, которая исходила из наличия регистраций не только в регистре избирателей, но и дополнительных регистраций на едином портале государственных услуг и или в московском портале. Вследствие этого регистраторы по своему усмотрению могли не включать обладающего активным избирательным правом гражданина в список избирателей, что и делалось вообще в широких масштабах. Основания отказа избирателю неизвестны, и он не может эти действия обжаловать суд, как нарушающие его избирательные права. Избирательные законы регулируют избирательные действия в русле традиционной парадигмы выборов, а используемые для организации проведения дистанционно-электронного голосования специальные программные продукты выстраивают цепочки транзакций, в том числе и транзакций по передаче информации от оцифрованного избирателя из одной информационной системы в другую. Каких-либо законных критериев и правил перевода избирательных действий в транзакции не существует. Федеральная московская система дистанционно-электронного голосования по-разному переводит избирательные действия в транзакции. В целом многозвенно логистическая схема маршрута транзакций неизвестна избирательным законам, а сбои в ней не имеют правового значения. Электронный бюллетень является лишь образом реального бюллетеня, так как комиссия утверждает текст бюллетеня в бумажном виде, а затем его преобразуют в электронный. Что касается электронного протокола об итогах голосования, то в настоящее время он не имеет обязательно юридической силы. Юридическая сила признается за утвержденной на заседании подписанной членами комиссии бумажной распечаткой, то есть фактически копией электронного протокола. При этом члены ни участковой избирательной комиссии, ни выполняющие ее функции территориальные по названию, но экстерриториальные по существу избирательной комиссии дистанционного электронного голосования не производят предусмотренно законом действия, включая подсчет голосов. Их функции выполняют специально программное обеспечение. Предусмотрены статьей 68 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, права членов участковых избирательных комиссий во время работы со списком избирателей подсчета поданных голосов, нулифицированы применяемыми протоколами работы, которые игнорируют установленным законом процедуры определения итогов голосования на избирательном участке. В определении итогов голосования была задействована только одна участковая избирательная комиссия в Москве. В шести других субъектах Российской Федерации участковые избирательные комиссии исключены из избирательного процесса на этой стадии. Поскольку существует установленный федеральным законом запрет передачи информации в систему газвыборы из сети интернет, поскольку коммуникации с этой сетью будут либо очевидно нарушать его, либо предполагает установку фильтров, съемных накопителей информации и тому подобных устройств, повышающих гарантии исключения вирусного заражения и искажения информации внешними силами. Применявшийся на выборах вариант передачи информации обусловил необходимость неоднократного разрыва логистической цепи движения информации для использования на следующем, следующих этапах ее продвижения, что в свою очередь может порождать сомнения в ее идентичности. В бюджетных расходах на организацию проведения федеральных выборов финансирование такого голосования предусматривается в весьма символическом объеме, как расходы на содержание во время выборов нескольких избирательных комиссий. Между тем, подавляющая часть реальных расходов приходится на создание и обслуживание функционирования инфраструктуры голосования в виде цифровых платформ, центров обработки данных, программно-технических комплексов, специального программного обеспечения. Каналов передачи информации, обеспечения безопасности, в том числе средствами криптографии и кодирования. Все эти работы и услуги осуществляют не избирательные комиссии и не по заказу комиссии, а специалисты органов исполнительной власти в лице Министерства информации, связи и цифрового развития России, правительства города Москвы, а также коммерческих организаций и подрядчиков по осуществлению государственных закупок, техники, софта и услуг, включая связь. Поэтому, в отличие от традиционного голосования, которого по закону организуют и проводят избирательные комиссии, последние в данном случае играют далеко не главную роль, которая сводится к оформлению итогов голосования. Использование портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров таких услуг, других государственных информационно-коммуникационных систем порождают ошибочные и противоречащие существу выборов представления о дистанционном электронном голосовании, как об очередной государственной услуге для граждан. Однако не следует забывать, что голосование – одна из стадий выборов, которые в свою очередь являются главной формой прямого народовластия. Участие в голосовании – проявление народовластия. Если все-таки пользоваться модным ныне понятием, то и в этом формате при голосовании не государство предоставляет услугу избирателю, а избиратель предоставляет государству свою услугу в деле создания механизма публичной власти. Пятое. Не имеющее определенного содержания, но применявшееся на выборах только к голосованию, положение о создании максимальных удобств для реализации избирательных прав граждан, защита их здоровья остановило тенденцию к снижению явки избирателей на выборы, но не сопровождалось адекватным укреплением гарантий тайны голосования и свободы воли изъявления. Нормам пункта 16 ст. 65 и пункта 18 ст. 66 Федерального закона о быстрых гарантиях части 13 ст. 82 и части 18 ст. 83 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы о досрочном голосовании и голосовании вне помещения для голосования на выборах необоснованно придано приоритетное значение по сравнению с другими нормами этих же статей, которые исходятся в презумпции наличия больших рисков нарушения свободы выбора, тайны голосования при таком голосовании по сравнению с голосованием на избирательном участке в день голосования, стремясь создать дополнительные гарантии минимизации подобных рисков. В частности, предусматривают для досрочного голосования необходимость наличия заявления от избирателя помещения заполненного избирательного бюллетеня в непрозрачный конверт, норвирует допустимо для участковой избирательной комиссии количество переносных ящиков для голосования с учетом разного числа избирателей на участке, исключая тем самым приравнивание сейф-пакетов к переносным ящикам для голосования, а работу с бюллетенями проголосовавших избирателей разрешают только после истечения периода голосования. Избирательным законом неизвестны процедуры перекладывания избирательных бюллетеней с отметками избирателей в полиэтиленовые сейф-пакеты и сейф-пакетов, приклеивания на ящики для голосования индикаторных пломб. Переход к трехдневному голосованию лишает голосования в течение первого и второго дней статуса досрочного. Вследствие этого многие относящиеся ко дню голосования действующие положения избирательных законов не могут применяться в первые два дня. Речь, в частности, идет о непрерывности голосования в день голосования, так как неизбежен перерыв не менее 24 часов на две ночи, об обязанности участковой комиссии приступить к работе с бюллетенями и определению итогов голосования без перерыва только после окончания голосования. При этом определенная самими комиссиями обязанность перекладывания несколько раз заполненных бюллетеней не обеспечена законодательно установленными гарантиями и мерами ответственности за ее. Проникнутый чувством исторического оптимизма делаю в протоколе результатов выборов запись о приложении к нему моего особого мнения и прошу его опубликовать. Колюшин 24 сентября.